Мы же боремся, мы один на один с международным террористическим интернационалом во главе с США. Они ненавидят нас за нашу духовность. Но разве это не так? Да бред, сивы кобылы. Кому мы нужны? Если бы мы были им не нужны, то не было бы и этих санкций. Минутку. Мы спокойно сидели в нашей стабильности, ползли на кладбище, никого не трогали, нас никто не трогал. А тут кто-то, один известный человек, человек года, можно сказать, решил, значит, то ли он царь, то ли бог, я не знаю, решил нарушить мировой порядок. Который отстраивался после Второй мировой войны и все им довольны, да? Плохой он, хороший, я не знаю. Наверное, после 91-го года все-таки. Да нет, это просто мы все вписались в мировой порядок. Вот он существует, большие дяди, которые рулят, он их устраивает и в принципе устраивает всех. И тут какой-то заморож, начинает все крушить и ломать. Как ты думаешь, что большие дяди сделают с этим заморожем? Как, ну, возьмут кувалду по голове, вот что они сделали? Все, все банально. Еще раз, мы тогда с тобой говорили, что... Но, может, он проявит волю и... Кто? Вот тот, кто против больших дядей выступил. Волю, а, пардон, еще раз, с голой попкой против четырех немецких тигров, нормальные люди, адекватные, не идут. А все было сделано за 15 лет для того, чтобы у нас действительно была голая задница. Просто не прикрытая ничем. Может, так в Госдуме принято, я не знаю. Но что тогда, получается, надо идти и сдаваться большим дядям? А теперь уже ничего нельзя сделать. Понимаешь, вот я тебе один такой факт сейчас приведу. Оказывается, экономическое давление на Украину всячески. Да, там и газ, и какая-то блокада. И украинцы так, типа, сидели, как беспомощные, вот их там большой брат обижает, хочет экономически их на колени поставить. У нас тут все вопили, что на Украине коллапс, экономический, банковская система, а мой такой сильный, сейчас, значит, мы их задаем. У меня всегда возникал вопрос. А ведь Украина может подать иски международной суды по захвату Крыма, по аннексии Крыма. Там только миллиард кубов газа достался россиянам. Она этого не делала. Ну, я думал так, что рассуждал так. Я же человек маленький, я могу только наблюдать действия больших дядей. Что, наверное, Запад еще ищет какие-то пути, что ли, примирения с Путиным, так, чтобы и Западу сохранить лицо, что, вот, они встали на защиту демократии, мирового порядка. Ну, и Путину особо не ударить грязь лицом. То есть, по большому счету, Западу устранение Путина тоже не надо? А потому что они не совсем понимают, что здесь происходит и что здесь может произойти. Особо непрестно понимают, что вся эта система, она заточена под Путина и она на нем держится. И принимая внимание продажности спецслужб и армии, черт его знает, кто купит боеголовку, если здесь начнется хаос, грубо говоря. Как это было в начале 90-х. Поэтому была еще какая-то возможность, на мой взгляд, для маневра. Кто-то там здесь уступит, кто-то здесь уступит. Могли договориться. Но Путин оказался не сговорчивым. На двадцатке ему это показали. И что произошло буквально через несколько дней? Хахлые заявили, что мы подаем иски в суд. Что значит подать иск против России за оккупацию Крыма? Международный суд. Это то же самое, как пойти в басманный суд. Только если у нас в басманном суде руководство нашей замечательной страны, а не прокурор и судья в одном лице, то там они кто? Подозреваемые, ответчики. А что это означает? Что все, все масли сожжены. Потому что как только дела попадают в суд, решение по ним, грубо говоря, уже гарантировано. Это признание агрессии и наложение таких экономических санкций, таких экономических выплат на Россию, что у нас просто денег нет. Мы им это не потянем. Мосты сожжены. Все. Тогда получается, что Запад взял курс на устранение Путина? Запад взял курс на изменение того режима, который существует в стране, поскольку они поняли, что этот режим рано или поздно сам рухнет. И последствия обрушения этого режима и с экономической, и с политической точки зрения не предсказуемы. На какой режим они хотят заменить? На либералов? Но второе происшествие... Ты знаешь, я трудно сказать, потому что то, что они сейчас делают и видят на Украине, с одной стороны, конечно, я просто тупо завидую украинцам, потому что люстрация, заявленные цели, люстрация, кастрация, то есть борьба с коррупцией. На изменение Конституции. Но люстрация коснулась, скажем так, второго эшелона. Тот же Порошенко, он же был... Я к этому веду дело, что... Она такая избирательная. Мы с тобой говорили как раз об этом несколько раз. Я говорил, что в Украине ничего странного не происходит, там просто одни дегенераты пришли на смену старым дегенератам. И революция еще не закончена, а только в серединном пути. И сейчас, в общем, американцы это поняли. И вот Байден пролетал, он что-то чётко сказал, что, ребята, вы либо делаете реформы, либо вас здесь не будет. Потому что мы в вас уже слишком много инвестировали, и политического, экономического капитала. Если вы это не сделаете, значит, мы найдем адекватных людей, которые это сделают. Поэтому у нас будет то же самое. На смену одним дегенератам придут другие дегенераты. Посмотри на нашу оппозицию, да, официальную и неофициальную. Ну, кто там из кандидатов сразу напрашивается? Ну, великий сиделец и борец за правду Ходорковский, да? Ну, смешно. Но, тем не менее, его вывезли в Швейцарию, он там посидел, отдохнул и заявил о своих политических амбициях. Ну, у него такой же шанс, по-моему, стать президентом, как я не знаю. Ну, может, он и станет. Но что он сможет сделать? Ведь в чем проблема сейчас людей, которые пришли к власти в Украине? Почему их называют дегенератами? Ну, они из той же когорты. Они от тех же олигархов, от тех же олигархов на деньги тех же олигархов. И самый главный вопрос, который, в принципе, поставила украинская революция, как продолжение революции 1917 года, февральской, буржуазо-демократической, вопрос о собственности на средства производства. Он не решен. Значит, он будет решен. То есть, у них будет еще Октябрьская революция? Нет, нет. У них Октябрьской революции не будет, к счастью. Они все вооружены сейчас, злые, вооруженные, поэтому никакого красного, красной шулупони там не будет. И не будет. А какая голубая? Ну, это все зависит от европейского влияния. Может, там, как ее, Кончита-Вурст. Почему нет? Какая разница? Что Янукович, что Кончита-Вурст? Ну, не просто мои приятели. Ну, это шутки с шутками. А у нас ситуация аналогичная. Режимы идентичны. Структура экономики идентична. А, в общем-то, единственное, что как-то еще в нас держит, вот, хаоса и распада социального общества, это то, что у нас есть нефть и газ. У хохлов вопроса не было. Вот и все. Поэтому и народ у них стал жить беднее, значительно быстрее. Вот. Поэтому перспективы, скажем так, не очень. Людям неплохо бы, знаете, понятную простую вещь, что у любых действий есть последствия. И люди должны научиться за них отвечать. А сейчас как у нас основная масса электората или, как я называю, тампоната. У нас есть хороший царь, но плохие бояре. Вот царь-бояр поменяет, и все изменится. Нет, ничего не поменяется. Потому что у нас и царь такой, как и бояре. А люди не хотят даже ни о чем задумываться. Им хорошо жить в таком, знаете, черно-белом мире. Этот друг, этот враг. Думать не надо, ничего делать не надо. Всегда за все их беды, невзгоды отвечает кто-то другой. И кто-то другой, но не они, что-то сделает, и им станет жить лучше. Вот вы знаете, пришло время брать ответственность на себя. Не рассчитывать на кого-то другого. Его просто нет. И не будет. И никогда история кем-то другим не делалась. Всегда делалась людьми. Которые вдруг задумались об окружающем мире, задумались о судьбе своих детей, потомков, и поняли, что что-то нужно менять, иначе детям будет очень плохо. Ну вот ты сказал, что замена бояр ни к чему не приведет. Замена царя может быть. Или же систему менять? Но систему на какую тогда? Послушайте, ну вот уже давно все опробовано. Кроме демократии частной собственности, ничего не придумано лучше. Конечно, не самая идеальная система, но это самая наименее худшая из всех существующих. Но Советский Союз все-таки показал, что и другая система может работать. Нет, Советский Союз развалился. Ну, он мог развалиться не столько по экономическим основаниям, сколько по, скажем так, идеологическим воздействиям. Нет, он развалился исключительно по экономическим причинам. Причем эти причины еще были предсказаны, в общем, хорошо описаны австрийцами. Это фон Мизис, фон Хайк. Еще в 1927 году. Которые показали, что экономическая система, в которой нет свободного ценообразования, она неэффективна и она обречена. По одной простой причине, что если у вас нет рыночного ценообразования, вы не можете эффективным образом распределять ресурсы. Распределять ресурсы может... Рынок. А план, ну вот он дораспределялся. Ну, по крайней мере, во времена Сталина в 50-е годы рост ВВП бил все абсолютные рекорды. А это называется эффект низкой базы. Это эффект низкой базы. Страна была разрушена войной. Эффект низкой базы. А чтобы люди представляли себе, что такое рыночный пор против плановой экономики, причем я имею в виду плановой экономики, где нет рынка. Потому что у нас есть, между прочим, скандинавские страны, есть Япония, где более-менее экономика не то, что плановая, но рынок, рынок... Сочетается с планированием. Сочетается, причем с очень маленьким, особенно в Японии, когда они вставали с колен, так называем, да, после войны. Они занимались планированием, причем мощно, там лет 15. А потом снова рынок стал работать. Так вот, пример. Знаешь, помнишь, когда у нас, как нам говорили, все для победы, когда экономика была построена на военные рельсы, да, и все работали на заводах, и больше ничего не было, все только строили танки, самолеты и тому подобное. Знаешь, какой процент ВВП в Германии? В Германии работал на войну в 43-44 годах. Удивишься, 30%. Теперь посмотри на карту, такая вот Германия, вот такая вот Россия. Население, сколько там, сколько здесь. А там 30% ВВП работал на войну. И тогда еще и висход войны не был предрешен. А у нас вся страна впроголодь без всего работает на войну. Ну, это еще, на самом деле, пошло с времен индустриализации, да, потому что, ну, что, греха, тайте, секрет, никого секрета в этом нет. Ее же проводили немцы и американцы, индустриализация у нас. А Сталин просто рабов подгонял, грубо говоря. И ничего с тех времен не изменилось, к сожалению, потому что, посмотри, вот все у нас индустриализация и все экономические какие-то инновации, которые проводились в России, скажем, ну, даже со времен Петра, они, во-первых, все почему-то были догоняющие, да, догоняющие развитие и тому подобное. И потом они заканчивались в момент окончания инноваций. Понимаешь, вот тракторные заводы, автомобильные заводы, кем они были построены? Они были построены Фордом еще во времена индустриализации. Если ты посмотришь на фабрики, которые стояли в Америке, на фабрики, которые стоят у нас сейчас, чисто на дизайн, архитектуру, они идентичны, просто заводы сюда привозили, да? И на этом все закончилось. Студебекеры. Мы дальше Студебекеров не пошли. КамАЗ, как было, извините меня, ему было 30 лет. Или 40 лет теперь. Он дальше не прошел. Жигули, как был Фиатом, так он им и остался до сегодняшнего дня. Вот что поразительно. И что является следствием вот такой экономики, которая у нас была. Единственное, где у нас... Уже 20 лет у нас другая экономика. У нас не другая экономика. Упаси Господи. У нас частная собственность есть. У нас ее нет. Демократия. Минутку. У нас нет ни частной собственности, ни демократии. Что такое частная собственность? Это не просто декларация на бумажке. А это система правовая. И государство, которое стоит за этой правовой системой, которое обеспечивает свободу частной собственности. Извините меня, у нас вот недавний пример. Товарища кого? Евтушенкова. Что, и у нас есть частная собственность? Нет? Нет, ну там, как сообщается, имело место злоупотребление некое. Он был добросовестным приобретателем. Добросовестный приобретатель. Его, в принципе, ни в одной другой стране, его не волнует, что было до этого. И не должно волновать. Какая частная собственность? О чем ты? То есть ты хочешь сказать, что сейчас мы живем не в капитализме, а феодализме? Нет, феодализм практически. Это не феодализм. Неправильно. Структура государства у нас криминально-олигархическое государство. Где государственная машина слилась в едином экстазе с олигархическими группировками, и все решения государства и государственные машины, они подчинны интересам этих олигархических группировок. То есть ты хочешь сказать, что задачи, поставленные в 1991 году, не реализованы до сих пор? Нет, конечно. Разве у нас решен вопрос о собственности, отчасти собственности? Нет. Сколько было времени? 25 лет его решить, да? Разве у нас решен вопрос о правомерности и легальности приватизации? Нет. Он не решен ни юридически, может быть, юридически есть попытки его решить, но, скажем так, в смысле страны и народу он не решен. Почему? Потому что нет предпосылок для его решения. Поэтому ситуация на самом деле не поменялась. И вот весь ужас в том, что нам говорят, что Совок умер в 1991 году. Ребят, нифига подумай, Совок только сейчас умирает. Только мы только сейчас переживаем окончательное крушение вот той Совковой империи, которая была построена. То есть ты хочешь сказать, что февральская, условно говоря, буржуазная революция неизбежна? Неизбежна. Либо нас просто не станет. Понимаешь, тут есть два выхода всегда, да? А есть еще вариант национальной революции? Минутку, минутку. Есть два выхода, да? Либо производственные отношения меняются, начинают соответствовать производственным силам, либо это общество, страна, социум, как хочешь называть, он просто исчезает. Его место занимают другие народы, и территорию, и место. Вот и все. Но национальная революция, ну, она рано или поздно должна свершиться, потому что, ну, извините меня, когда у вас 70% населения страны практически бесправны, и о них даже нет ни единого упоминания в Конституции, ну, надо задуматься над этим, почему так, и, наверное, это как-то менять надо. Ты кого имеешь в виду? Я многонациональный народ в виду имею. Теперь задумывайся над названием «многонациональный народ». Я такой один только знаю. Но это не русский. Это было написано, «многонациональный народ».